Привет друзья! Вижу, что мой канал многие смотрят без подписки. Обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте расскажем миру об Азербайджане и Карабахе. Многие еще до сих пор думают, что бедные армяне пострадали незаслуженно. Важно заявлять правду на весь мир. Карабах это земля Азербайджана. Так было и так всегда будет. Друзья, читаю интересную новость вот под каким заголовком. Армяне недовольны. Пашинян заявил, что они не будут завоевывать земли. Но наконец-то Пашинян набрался смелости и прямо заявляет, что эпоху агрессии и вражды пора завершать. Я очень надеюсь, друзья, что это только начало. Мы ждем мирного соглашения. Мы ждем полного вывода армянских военных из Карабаха. Мы ждем Зангизурского коридора. Мы ждем, что Армения официально признает территориальную целостность Азербайджана. Армянские оппозиционеры выражают свое недовольство действиями Пашиняна. Они его обвиняют в том, что он сдает национальные интересы Армении и постоянно идет на уступки туркам. Им не нравятся мирные инициативы по версии Пашиняна. В их глазах мир – это когда Карабах принадлежит им, когда нет никаких зангизурских коридоров. В их глазах мир – это продолжение агрессивной политики по отношению к своим соседям. Это когда и дальше можно насмешливо называть азербайджанцев продавцами помидоров. Им бесполезно объяснять, что такого больше не будет, потому что такого больше не будет никогда. Получается, что головной мозг армянского радикала, благодаря действию армянской пропаганды, настолько забетонирован, что больше не подлежит восстановлению. Это именно тот вариант, когда лучше долбануть, чем объяснить. И правильно делает Пашинян, что начинает игнорировать радикалов, ведь они ни к чему хорошему Армению не приведут. И уж поверьте мне, армяне, что сдача ваших национальных интересов состоит не в том, что Пашинян идет на уступки. Сдача национальных интересов Армении – это проявление агрессии по отношению к своим соседям. Это тотальная ложь и пропаганда в ваших СМИ. Это то, что делают ваши радикальные группировки, которые, по сути, уничтожают Армению изнутри. Вот что является сдачей ваших национальных интересов. А ваш премьер делает все правильно, только очень медленно. Нужно действовать решительно и быстро, потому что время играет против Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании с соотечественником по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии. Цитирую. Хочу подчеркнуть, что политически наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий. Ее задача – это защита безопасности и территориальной целостности нашей страны, заявил Никол Пашинян. Никол, если вы сумеете наладить отношения с Турцией и Азербайджаном, если вы сумеете прекратить вражду, то вам вообще не понадобится армия, разве что для защиты себя от ваших сегодняшних союзников, которые действительно имеют на вас свои коварные планы. Премьер-министр рассказал также об открытии региональных коммуникаций, а также о делимитации границы с Азербайджаном. Цитирую. «Все шаги правительства направлены на возрождение и мирное будущее, открытие региональных коммуникаций, процессы делимитации и демаркации границ. Да, есть много рисков, но также много возможностей, и наша политика направлена на управление рисками и их нейтрализацию, а также на использование существующих возможностей», сказал Пашинян. Ну что ж, браво Пашинян, слова правильные, посмотрим только не останутся ли они всего лишь словами. Меня, друзья, настораживает то, как себя будет вести Россия. Я, честно говоря, не жду ничего хорошего от Кремля, и я уверен, что российским властям не выгоден мир между Арменией и Азербайджаном, и тем более между Арменией и Турцией. И хотя в Кремле называют Турцию партнером, но для Кремля это очень неудобный партнер, очень неудобный и непредсказуемый. Понимаете, друзья, для Москвы партнером является только тот, кто послушный Кремлю, и им очень не по душе, когда кто-то начинает играть в самостоятельную игру. А Турция и Азербайджан это не те государства, которыми можно легко манипулировать, как привыкли делать в Кремле. И поэтому они не желают мира между Арменией и Азербайджаном. Они хотят держать Южный Кавказ в напряжении, подливая масло в огонь и как бы оставаться в роли миротворца. Им нравится держать тюрков в тонусе и не дать им совокупиться в союз, который со временем отодвинет Россию на второй или даже на третий план. Вот сами рассудите, если россияне хотят мира в регионе, тогда почему не освободят Ханкинги? Зачем в Карабахе усиливают свое присутствие? Что же получается, в то время, когда Пашинян идет на мирные уступки, Российская Федерация наоборот наращивает свой контингент в Карабахе. Разве вы, россияне не должны его уменьшать? Ну или, по крайней мере, оставить то количество личного состава, о котором было ранее договорено? Я же и говорю, что идет некая темная игра, в которую играет Россия на Южном Кавказе. И для Азербайджана, по моему мнению, важно выйти на прямые переговоры с Арменией без российского посредника. Россия не решает проблемы, она их создает и усугубляет. Вот я недавно выпустил ролик о Жириновском. Этот клоун заявляет, что нужно захватить все страны бывшего СССР, чтобы якобы обезопасить себя от злобных западников. Может вы мне не поверите, но Кремль действительно ставит себе за цель присоединить или, давайте будем честны, захватить все страны бывшего СССР, в том числе и Азербайджан. И если не удастся это сделать мирными методами, тогда Кремль будет применять другие схемы, более жесткие. Они насаждают российскую культуру, российские ценности, российский язык, российские школы, музыку и многое другое в тех странах, которые называют своими друзьями. Но культуру этих стран, язык, школы и все остальное не спешат популяризировать у себя, хотя называют себя мультикультурной и мультинациональной страной. Зачем в таком случае с ними иметь близкие отношения? Вот по этой причине я и являюсь противником того, чтобы Азербайджан вступал в ЕАЭС или ОДКБ. С Российской Федерацией можно торговать, можно иметь взаимовыгодные сделки, но ни в коем случае нельзя идти в союз. Лично я считаю, что лучше всего Азербайджану не привязываться ни к каким союзам, но иметь хорошие и приятельские отношения со всеми странами в мире. Ну а если уж и идти на союз, то это должен быть Тюркский союз на равных условиях со всеми его участниками. Если и объединяться, то с теми, с кем тебя связывают братские узы. Ну а если я в чем-то ошибаюсь, то вы, друзья, меня поправите. Друзья, я не хочу выглядеть русофобом в ваших глазах, но я лишь за справедливость и за искренность. Спасибо всем за просмотр. С вами был Павел. Пока всем!